Привет! Меня зовут Нара, я риэлтор, работаю в Северной Вирджинии, вот уже 16 лет, из меня знания и опыт пруд, поэтому делюсь с ним с вами. Спасибо, что вы на моем канале, мне очень приятно вас видеть, вернее не видеть, а то, что вы меня смотрите. Но сегодня я хотела бы довольно коротко сказать о том, от чего зависит процентная ставка. Я не лицензированный loan officer, я как бы в детали вдаваться не буду и не имею права, но хотела бы просто в общем вам рассказать, чтобы вы имели представление и уже о деталях, и зная, какие вопросы задавать, разговаривали бы уже с лендерами, с компаниями, которые непосредственно занимаются ипотеками. Смотрите, значит, кредитная ставка, да, interest rate, зависит в основном от вашей кредитной истории, от вашего кредитного балла, credit score. Чем выше, тем кредитная ставка идет ниже. Считается, что 720 это как бы такой вот хороший предел, где если ваш кредитный балл больше 720, то вы уже как бы максимально считается очень хороший ваш кредит. Еще кредитная ставка будет зависеть от того, сколько вы внесете первоначальный взнос, то есть down payment. То есть если вы покупаете дом и вносите 20% своих денег в стоимость этого дома, то этот down payment, 20% у вас считается оптимальный, самый лучший, и при этом при этой первоначальной ставке, кредитная, первоначальном взносе кредитная ставка уменьшается. Чем меньше вы вкладываете down payment, тем иногда это может повлиять на кредитную ставку, это также может добавить частную страховку private mortgage insurance, это страховка, страхование вашего кредита называется, PMI. Поэтому всегда разговаривайте с вашими лоун офисерами и спрашивайте их, чем чревато то, что вы, допустим, принесете первоначальный взнос меньше 20%. Это обязательно где-то вам аукнется, поэтому всегда смотрите на цифры. От чего еще зависит? От суммы вашего долга общего в других местах, то есть это кредитные истории, это кредит на машину, это какие-то другие кредиты, может быть, частные кредиты, может быть, в магазинах вы берете кредитные карточки, вот эти магазинские, да, и у вас там баланс. То есть это все на вашей кредитной истории высвечивается, и, соответственно, у вас это будет влиять даже не столько на вашу кредитную ставку, сколько на вашу возможность, платежеспособность оплачивать ваш кредит каждый месяц. То есть чем больше у вас долгов, тем меньше у вас остается денег на оплату по ипотеке. Поэтому, если вы думаете о том, что покупать через какое-то время, вам обязательно нужно посмотреть, как можно расплатиться с как можно большими кредитными линиями, то есть кредитные карточки. Ну, скажем так, за кредитные карточки вам расплачиваться надо по-любому, потому что там процентная ставка очень высокая, вы просто платите очень, ну, как бы, на очень большие деньги за то, что вы держите баланс на вашей кредитной карточке. И, кстати говоря, имейте в виду, что если ваша кредитная линия на кредитной карточке составляет, ну, будем, ну, скажем, 20 тысяч долларов, да, вот у вас, вам дают кредитную линию на вашей кредитной карточке 20 тысяч долларов, для примера. Но вы тратите до 50%, сейчас уже до 30, было до 50, сейчас уже до 30. Если ваш баланс держится до 30% лимита, то кредитная история не очень страдает, все нормально, все хорошо, кредитная история даже, можно сказать, растет, кредитный балл растет, потому что вы оплачиваете вовремя, вы не опаздываете с оплатами и так далее. Как только ваш баланс превышает вот эту планку 30%, а еще хуже 50% от вашей кредитной линии, имейте в виду, что это спускает ваш балл вниз. Я не знаю, почему и зачем это делается, но вот, вот, к сожалению, вот так вот происходит, поэтому всегда следите за тем, какой у вас держится баланс на ваших кредитных карточках. Ну, по-моему, насколько я знаю все, и опять-таки я хочу сакцентировать внимание на том, что я не лоан офисер, я вам просто в общих чертах говорю, на что обращать внимание, когда вы думаете о покупке дома и как вам оптимизировать вашу кредитную ставку. Был случай, был разговор, у меня просто, у меня спросили, можно ли или нужно ли, или как это повлияет, допустим, добавить кого-то на наш моргидж, скажем. Ну, вот, у меня взрослый ребенок, он хорошо зарабатывает, вот, почему бы я его не могу добавить к себе на моргидж. Если такой необходимости нет, не нужно этого делать, потому что ваш взрослый ребенок захочет впоследствии что-то купить, свое, да, и если у него на кредитной истории высвечивается ваш дом, за который он, может быть, даже и не платит, но просто из-за того, что вы его добавили на моргидж, он у него высвечивается на кредитной истории, и это добавляется в его общую сумму кредитных линий, да, то есть это вот, это добавляется на его, на сумму тех денег, которые он должен каждый месяц выплачивать, и когда он будет подавать на покупку своего дома, на ипотеку на покупку своего дома, эта сумма у него будет вычитаться из той возможной, которую, его платежеспособность очень сильно понизится, поэтому всегда имейте в виду, если нет такой необходимости, не нужно никого туда добавлять. Вы можете добавить всех своих детей на тайтл. Тайтл – это документ, который подтверждает ваше владение дома, но он не имеет ничего общего с моргидж, это две разные вещи, поэтому прежде чем добавлять что-то, делать что-то, менять, всегда консультируйтесь со специалистами. По-моему, все, если я что-то пропустила, пишите в комментариях, если я в чем-то не права, тоже пишите в комментариях, потому что я могу ошибаться, я тоже человек, но и если есть вопросы, на которые вы хотели бы получить какие-то ответы в виде вот таких видео, тоже пишите в комментариях, я их буду читать с удовольствием. Ну и до следующей пятницы, надеюсь, что я что-нибудь придумаю еще. Пока!